И всем привет, ребят, с вами MrBank, я сейчас записываю новый ролик, в сегодняшнем видео ролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы протестируем то самое заветное, крутейшее, нагибаторское устройство на рельсу, которое относительно недавно появлялось у нас на втором канале, но сегодня я решил записать видос с этим устройством в рамках основного, что-то как-то у нас не залеталово произошло, хотя в моем понимании это устройство на сегодняшний день является Чуть ли не лучшим устройством на рельсу, это рельса с дальностью, которая называется гиперскоростные снаряды, по сути это лучшее устройство на дальность, которое есть на сегодняшний момент времени, ну и мы вместе с вами сегодня попробуем его реализовать В рамках дефолтного матчмейкинга запикаемся в режим TDM, именно в этом режиме я считаю, что эту рельсу можно реализовать просто на максимум, ну и главное, чтобы меня закинуло хотя бы на среднюю, а желательно вообще на большую карту, чтобы реализация нашего устройства была максимальная Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов и на 30 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте и установить ему личный тег-тег-темп Дальше оформляйте покупочку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, вся информация по этому поводу в принципе в описании-то и имеется, поэтому если вы вдруг еще не участвуете, обязательно переходите и участвуете Так, ну а меня запикало на солик, который мы уже если честно здесь быстренько начинаем сливать, шикарнейшая карта для реализации рельсы на дальность, резов от рельсы 3 штуки, что тоже очень и очень неплохо Ну а что самое главное и что мне больше всего нравится с этой рельсой, это то, что уже со средней дистанции у этой рельсы проходит максимальный урон по противнику и этим нужно всегда пользоваться и реализовывать ее на максимум Но нам еще было бы неплохо конечно здесь занять какую-то позицию, где можно было бы подольше пожить, потому что пока что я ну довольно плотно выхватываю от противника и из-за этого не могу никак занять зонку, с которой мы бы могли бы пострелять по противнику и понабирать большое количество очков Так, ну и надо ловить противника на вот таких вот как раз таки позициях, где у нас есть возможность нанести хороший урончик и где мы сами не будем открыты под оппонента, что самое главное Так, ну и вот давайте наверное сюда встану, попробуем здесь как-то расстреляться Сейчас вижу здесь Гаусса на сводке, который пытается накинуть, блин, ну мне бы вообще шикарно слева здесь пикать, не справа, а слева встать Слева я думаю, что было бы вообще шикарно, но у вас пик здесь нам немножко мешается, да, попробуем объехать его Так, Гаусса с Уладейла, здесь 1300 срабатывает, 4 резиста у нас от рельсы, не сказать, что это критично, 5000 просто я бы залетает в голову Хотя он в ДДшке, я так понимаю, по мне урона нанести Так, ну и вот рельса начинает работать, рельса потихоньку начинает работать, позиционка у нас уже устаканивается Так, ну и по как раз таки Харьку и по здесь Крусейдеру тоже можно пытаться накидывать урончик По 1000 всего лишь залетает у нас здесь по оппоненту, довольно быстрая перезарядка у Гауса Какая-то срабатывает, он меня здесь просто начинает нахлобучивать Офигеть, это что за бред? Как у нее так быстро перезаряжается пушка? Что это у нее за устройство такое? Максим какой-то, не понял я прикола, но как-то залетает прям очень плотно мне в голову И при этом еще и с такой быстрой скоростью Так, единственная проблема в реализации моей рельсы это в том, что как раз таки надо попадать Надо попадать, надо попадать, а как вы знаете, да и попадать это немножко такая тяжелая вещь Так, пролетает ли там над стенкой? Ооо, шикарно, просто идеальный шарик Под него какой-нибудь бы противник подставился? О, один хотя бы там подставляется, но к сожалению его не сливаем Так, один скиллов у нас уже имеется, Гауссы продолжают вносить довольно большое количество урона по мне Я играю в 25-ке и как будто бы можно было бы даже поменять здесь резист Да, и взять резист 50 от Гауса, чтобы меня как раз таки здесь ребята не ваншотали Ну ладно, мы лучше пострадаем 25-ку свою пореализуем Ну и будем стараться как раз таки как можно больше урончика здесь в противничка И давайте бомбочки начинают тут работать Так, рикошет какой-то приехал к нам на базу с разворота Почему-то у меня не залетало вот здесь Но 13 киллов мы, кстати, уже сделали По катке, конечно, мы пока что еще летим, проигрываем Притом проигрываем довольно крупно, но По киллам все выглядит так, что если я поживу То будет возможность вообще выйти на какие-нибудь прям супер хорошие цифры Так, Гаусс здесь отлично подставляндру делает Добавляндру ему еще доделаем Так, Магнум начинает здесь тоже потиху накидывать Уудишка на центре Ой, уудишка, говорю, голд на центре Так, ну и под голд противничек, кстати, тоже пытается здесь играть Магнум накидывает довольно тоже много Так, подвоим еще хорошую рису Раздавалову делаем так Но у меня уже стопроцентный поджог на танке Это, конечно, не есть хорошо Гаусс добавляет 16 на 6 Какой-то фокус летит постоянно от противника И из-за этого мы здесь улетаем Если бы такого фокуса не было бы Есть ощущение, что можно было бы здесь уже выходить на какие-то хорошие циферочки Но пока что, к глубочайшему сожалению Нас постоянно встречает противник И, соответственно, силов супер большого количества мы делать не можем Так, с водянкой не говорите, что только у меня А, еще Думаю, что еще и у меня сводка летит Так, становимся пока что вот тут вот в такую позиционку Ой, хорошая Тычка прилетает Сначала Ага Еще и в обратку залетает тоже 2600 по викингу неплохо тоже заряжаем Пробуем здесь выдать еще по скорпиончику У меня уже появляется ОУДишка И эту ОУДишку мы заряжаем как раз таки по той траектории По которой изначально я уже пробовал пускать шар А шар Вот так вот, да, регистрирует урон у нас Очень неплохая регистрация урона Я прям тащусь от работы аресом Да, и даже вот после записи видеоролика Ничего абсолютно у нас с аресом не произошло Все так же в матчмейкинге Не поймешь как работает этот овердрайв Бывает нормально регистрирует урон Бывает вообще не регистрирует урон И это конечно максимально-максимально грустно Вот уже с такой средней дистанции Залетает у нас по противнику максималочка Максималочка То есть вот по сути Ну здесь на каком-нибудь гауссе с дальностью Либо на громе с дальностью С такого расстояния бы залетало бы Ну хорошо если Хорошо если 50% урона Хорошо если 50% А здесь уже максималка залетает Со средней дистанции И я честно не могу понять Почему рельса находится вот в таком балансе Да, в хорошем балансе А гаусс и гром настолько сильно убит На дальность, что с ними Ну играть я бы сказал практически вообще невозможно Да, а здесь прям очень хорошо можно реализовать Показать, раскрутить эту рельсу И накидать большое количество урона по противнику Просто 4800 в голову залетает Еще и не забывайте, что у этой рельсы есть крит Да, есть еще критический урон У грома на дальность крита нет У гаусса, если не ошибаюсь, критов тоже не имеется Да, то есть даже еще и в этом параметре Есть дополнительное преимущество Но самое печальное, что мы летим Мы летим и летим довольно жестко Я бы очень сильно хотел бы выиграть эту катку У меня сейчас будет появляться Оуди Здесь Викинг у нас к сожалению не открывается Овердрайв даем просто вот такой Чтобы ничего не выдумываем Но по мне тоже сводоила неплохая залетает По титану Чуть-чуть регистрируем еще урон 30 килов, 4 минуты до конца К сожалению здесь будет досрочка в сторону противника А так Есть ощущение, как будто я бы и на 50 килов здесь мог бы выйти Потому что катка начинала Ну так неплохо раскручиваться Да, прям очень неплохо 32-очка у нас уже Здесь рикошет меня все-таки добивает Если найти хорошую катку, где нет прилета по такой рельсе Да, то с ее кемперскими способностями Можно на Аресе, либо на Крусейдере Давать каждый бой стабильно по 50 А то и по 60 килов Вот именно в рамках таких ТДМ боев Да, даже против резистов от рельсы Это устройство будет себя показывать очень и очень жестко Да, и в принципе вот вы видите, что 6 резистов есть у противника Но это вообще фигня Это просто фигня Это абсолютно не проблема для реализации вашего вооружения И я мог бы даже сыграть еще одну катку И более чем уверен, что был бы такой же самый результат 35 на 9 делаем с проигравшей карты Где у нас, ну по сути у противника было даже хорошее преимущество Но мы по итогу все равно даже набиваем больше, чем первое место противоположной команды С учетом того, что я еще запикался в начатый бой То есть насколько жестко показывает себя эта рельса в рамках матчмейкинга А Гаус и Гром на этом фоне Просто полная мусорка И я честно не знаю, почему настолько большая несправедливость Пишите, что вы думаете по поводу этой рельсы Если она у вас, у меня это устройство есть исключительно на бездонат аккаунте Но я этому максимально рад Ведь, ну когда запикиваюсь на какую-то большую карту Взял рельсочку, навалил контентика И дал супер большого количества урона Пишите, что вы думаете Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Ну а с вами был Мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока